Доброе утро! Мы сегодня опять в городсовете, 1.15.80, опять с Сергеем Зубанем, и узнаем, что у нас произошло за последние сутки такого чрезвычайного. Расскажите. Доброе утро! У нас за вчера два чрезвычайных происшествия, у нас было два пожара. На проспекте Мира вгорела шахта лифта, но там до приезда пожарников все уже сделали, потушили, и по европейской 106, квартира 58, в одной из комнат случился пожар, 14 квадратных метров варенья. Бригада пожарных там справилась, в принципе, ликвидировали ситуацию, но было как могло стать еще хуже. А лифт причина забрала? Ну, пока неизвестно, он и сейчас уточняет, но вероятно всего, что, возможно, кто-то или курил в шахте лифта, но пока пожарники сейчас разбираются, уточняют информацию. Ага, точнее, у нас снег так и не пошел, которого мы ожидали. Ожидаем ли мы его дальше? Ожидаем, ожидаем. На сегодня у нас по погоде передает мокрый снег, значит, температура 0,-2, минус 1, плюс 1 днем и 0,-2 ночью. Значит, ну, пока нам прогноз погоды обещают небольшой снег. Будем думать, что будет так, как вчера. То есть, будут пролетать, но, думаю, что, да, катастрофы не будут. Что еще? Ну, вчера в отдел обратилось 234 человека. Значит, основные вопросы, это у нас пока до сих пор идут по отоплению, спускают воздух систему. Вчера у нас останавливалось временно на несколько часов две котельни из-за аварийных отключений, поэтому вчера уже ЖЭК работал по спуску воздуха. Ну, по большей степени из-за этого и звонили, да? Да. Из резонансных заявок обратились к нам с улицы Сельско-Расходорской, 21. Значит, по вопросу там есть стовок и по нашей информации, которую нам дали, что через дамбу на эту стовку уже начинает переливаться вода. Ну, туда выезжали специалисты, сказали, что угрозы подтопления частного сектора нет, но будем держать этот вопрос на контроле. Пока что, если кратко, то все у вас. Более подробно читайте в наших репортажах и новостях сегодняшних. Сергей, спасибо вам за информацию и до завтра. Спасибо вам.